И после этого решил, что и на компьютере сайт выглядит неплохо. Всё это делать, всё это думать, и вообще смотреть, как всё это будет получаться. И в самом деле, если мы посмотрим, то... Ну, то есть, они не смогли вот реализовать себя в GTA-самбе, вот в этой вот божественной игре, и идут вот в какие-то вот эти вот все, чтобы вот это вот всё поиграть, чтобы себя, знаете, там как-то прочувствовать. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Сайты. Вот вы знаете, сайт GTA-самбовского проекта, да и любого вообще проекта, GTA-крмп проекта, GTA-мта проекта, GTA-самбовского проекта, GTA-крмп, ну, в общем-то, вы сами всё это прекрасно должны понимать. Это вот такое, знаете, некое лицо проекта. Вот форум, там какая-нибудь группа ВКонтакте, какой-нибудь вот этот вот весь сайт, вот все прочие вещи, это лицо проекта, на который человек заходит, и вот он должен получить максимум, знаете, информации из всего этого сайта, чтобы он такой типа, о, так это же тот самый проект вот по сайту судит, и вот такой типа, слушай, так это же вот тот же самый проект, вот этот же, вот тот, который я искал для того, чтобы начать свою игру вот в GTA-крмп на телефон. Вот как бы это вот то, что вот мне нужно было как раз-таки для того, чтобы я вот всё это мог вот ознакомиться, всё это сделать. И BlackRush выкатила свой сайт. А сразу хочу сказать, что, разумеется, его делал я, потому что вот, ну, я смотрел гайды Аракена в данном случае, вот, по тому, как создавать сайты по фрилансу, по всем прочим вещам, вот, то есть я со всем этим ознакомился, и после этого решил, что, ну, я, наверное, могу создать классный сайт, классные вообще все вещи. И вот, если честно, вот я захожу на сайт BlackRush, ну, вот тот, который сайт вот я делал, с компьютером. И, разумеется, ну, вроде как всё это выглядит достаточно неплохо, достаточно понятно, но это на компьютере. А ведь мы рассматриваем игру вот на всём этом проекте, когда у нас нету компьютера, когда у нас есть только телефон, Android, и вот нам нужно, знаете, зайти, поиграть, максимально, знаете, получить какое-то удовольствие от всего этого игрового процесса. И на компьютере сайт выглядит неплохо. Но при этом непонятно, как он будет выглядеть на телефоне. Сможет ли он, знаете, удивить человека, который зайдёт на сайт, чтобы всё было, так, знаете, нормально. Сейчас вы можете видеть сайт вот с компьютера, когда ты только зашёл, когда только всё это увидел. А давайте посмотрим, как выглядит сайт с телефона. Я захожу, вот, знаете, на своём телефоне, включаю, допустим, сейчас запись экрана, и вот начинаю всё это снимать, всё это делать, всё это думать, и вообще смотреть, как всё это будет получаться. И в самом деле, если мы посмотрим, то сайт выглядит неплохо. Вот прям, знаете, я сейчас смотрю на телефоне, вот, то есть тут начать играть, смотреть, то есть сайт, по сути, на телефоне выглядит даже лучше, чем на компьютере. Вы можете подумать, что это, знаете, какая-то реклама, что это какие-то прочие вещи, но, ну вот, нет, понимаете, потому что Black Rush говно, Black Rush для долбоёв, да и вообще все КРМП проекты, они так или иначе, знаете, для каких-то конченых дебилов, которые вообще, ну то есть они не смогли вот реализовать себя в GTA Sample, вот в этой вот божественной игре и идут вот в какие-то вот эти вот все поделки непонятных людей, которые непонятно вообще как всё это сделали, да и тем более на телефоне, но в целом сайт Black Rush, вот допустим, на компьютере у меня есть 4 вкладки, главное, донат, играть в форум, вот я, допустим, тут нажимаю на вот 2 этих полоски справа, то есть типа ты беременный, и тут вот то же самое есть, но только при этом теперь оно занимает всю область, я даже не могу всё это как-то, знаете, проскрулить, чтобы типа вниз, вверх, туда-сюда, обратно, никуда не могу вот это вот всё сделать, без разницы, похуй, листаем вниз, листаем вниз, смотрим, что тут у нас есть, почему нужно играть на Black Rush, там вот эти вот, знаете, лучшие интерьеры, наружный маппинг, что-то то-сё, пятое-десятое, самое главное, это то, что сайт оптимизировали под мобильное устройство, ну было бы странно, потому что это мобильный проект, и на него как бы заходит люди с телефона, чтобы вот это вот всё поиграть, чтобы себя, знаете, там как-то прочувствовать, чтобы всё вообще в целом было хорошо, и вот я сейчас так смотрю, у Black Rush-то, знаете, 4 проекта, на которых, о, 4 сервера, вернее, проекта, это Black Rush-а, на которых онлайн практически достигает тысячи человек, но это, знаете, это полшестого, это такое время, когда уже все пришли за школу, все уже, знаете, более-менее сделали уроки, все, возможно, даже пришли с дистанционного обучения, и всё вроде как у всех нормально, но в целом, вот сейчас, если на всё это посмотреть, то, ну, ну, неплохо, то есть и на телефоне это выглядит неплохо, и на компьютере всё это выглядит неплохо, и в целом, ну, вот, наверное, наверное, на Black Rush-а после всего этого даже можно поиграть, я точно не знаю, но, скорее всего, скорее всего, ну, возможно, то есть, ну, можно поиграть, потому что, ну, сайт-то делал я, как я уже и говорил, типа, сайт сделал я, вот вы можете оценить в комментариях, вы узнаете такую дизайнерскую работу, человек, который, вы знаете, первый раз в своей жизни создавал сайт. Если вам нужны какие-то доказательства по поводу того, я ли это создавал, или я сейчас, знаете, вот это сижу, что-то придумываю, вот эти вот все прочие вещи делаю, то можете сами загуглить, типа, кто создал, типа, сайт Black Rush, то есть, вот, типа, кто это сделал, там сразу же будет ссылочка на мою страничку ВКонтакте, в АКон Дан Семён, на мой телеграм-канал, на мой вот личный, на мою личную телегу, чтобы вот это вот все спросить, чтобы вот это вот все сделать, поэтому в будущем, пожалуйста, таких вот, знаете, тупых вопросов мне, дизайнеру сайтов, ну, пожалуйста, не задавайте, потому что, вы, во-первых, опозорите себя, во-вторых, опозорите, возможно, меня, в-третьих, опозоритесь, возможно, сами, и все это будет для вас лично, не особо правильно, не особо нормально, не особо хорошо. Ну и, в общем-то, выражайте свое мнение по поводу сайта BlackRush в комментариях. Я играл на проекте Arizona RullyPlayFenix, у нее также есть у него, у нее у Arizona RP, есть свой мобильный лаунчер, свой мобильный клиент, и вы туда тоже можете зайти, там вы тоже можете вроде как на всем этом поиграть и сделать все прочие вещи. А мой никнейм как бы на Arizona RP DanteConnor, вводите в никнейм пригласившего вас игрока, получаете 300 тысяч вертов при достижении вами 5-го игрового уровня и делаете все прочие вещи. Там же в описании есть мой промокод NoToxic54, там же в описании есть все прочие вещи, все прочие дела, все то, что вам сможет понадобиться, все то, что вам сможет не понадобиться, и все вот это, знаете, прочее. Всем спасибо, увидимся тут же завтра, не знаю во сколько, надеюсь, что в 20.00 мы с вами увидимся. Всем до свидания и пока.